здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа актуальная тема я владимир банчиков сегодня гости в нашей студии генеральный директор приюта для бездомных животных ананда вячеслав самбуев слова добрый день и зоозащитник волонтер алексей грант алексей добрый день ну понятно что речь пойдет сегодня бездомных животных да но почему все время говорим только о собаках у нас же эти кошки есть или это уже такая совсем другая тема или коты это совершенно вообще кошки в нашем регионе слава богу не нападают они вообще помните или есть случай есть случаи где бешенством заболели кошки нападают на людей даже у нас было пару заявок чтобы отловили на кошек их можно поймать можно но если вспомнить собачье сердце шариковы найдутся всегда вячеслав тебе вопрос вот сейчас опять поднялась волна поднялась именно благодаря вам благодаря зоозащитникам что вопрос опять возник о содержании либо не содержание тех четырех тысяч животных собак которые содержатся вот 3000 в твоем ну скажем заведение подчинение до в твоем приюте еще 1000 в каком-то другом то есть 4000 собак 4000 вот в чем вопрос состоит можешь осветить так чтобы телезрители кто нас сейчас смотрят слушай да поняли в чем собственно состоит вопрос и почему столько шума вокруг него вопрос состоит главное сейчас это отсутствие финансирования отсутствие денежных средств у республики на содержание этих животных свое время был издан указ о запрете выпуска в прежнюю среду программа вообще рассчитана отлов стерилизации вакцинация выпуск в прежнюю среду обитания то есть стерилизованы вакцинированные животные должны дожить свою жизнь и погибнуть естественной смертью места где они привыкли но в принципе это нормально но в нашем случае животных очень много было указ главы звучал что о запрете выпуска в прежнюю среду то есть оставлять всех животных свыше 25 сантиметров на пожизненное содержание. Проблема в городе была. В начале года республика наша вообще на первых рядах, скажем так, шла, что справились с этой проблемой. Даже ездили в Хабаровск, насколько я знаю, делились опытом, как мы справились, как мы решили эту проблему с бродящими животными. Но вот к концу года, когда закончилось финансирование, опять встал вопрос ребром, потому что 25 августа по контрактам на содержание мы закрыли последние деньги, денежные средства закрыли, финансирование отсутствует. На протяжении двух месяцев мы кормим 3000 собак за свой счет, кормили, содержали. Сейчас на данный момент до нас довели прямой контракт 600 тысяч рублей, хотя за два месяца уже у нас многомиллионные долги накопились. И также выделили дополнительно 7 миллионов рублей на содержание до конца года всех этих оставшихся животных. Но эти денежные средства мы тоже получим только в ноябре, встанем вторги в контракт. Еще какое-то время мы должны их прокормить, чтобы отчитаться и получить эту денежную сумму. В принципе, работы проведено очень много за эти 2-3 года последних. Собак на улицах стало меньше, выделялись деньги финансирования на строительство, приюта на приведение в соответствии, выделялись деньги большие на отлов. И сейчас люди задаются вопросом, а стоит ли эта проблема, ну, таких денег, которые выделяются на год. Я вот считаю, как в течение 2-3 лет провели огромную работу, на улицах города проблема спала, покусов стало меньше, заявок стало меньше, бродячих животных стало меньше. И как мне кажется, мы шли в абсолютно правильном направлении. То есть, если бы мы продержались еще год или два в таких же условиях, чтобы отлавливались, пожизненно содержались, в приюте все равно через 2-3 года численности стало бы меньше животных. Да и в городе. Естественно, смертью бы. Естественно, смертью бы помирали, и всех бы все, в принципе, устраивало. Мне кажется, что эта проблема именно стоит своих вот этих вот больших затрат, потому что это огромная проблема, огромная работа. Ведь жизнь и здоровье наших граждан, горожан, мне кажется, неоценимо. Ну, конечно. Это даже безусловно. У вас какая-то, Алексей, своя позиция у золозащитников? И почему вы обратились в очередной раз к главе республики, насколько я понимаю? Ну, вообще мы проводили не только к главе республики обращались, мы вообще проводили несколько круглых столов, на которых были приняты определенные решения. То есть комплекс мер по работе с бездомными животными. Из этого комплекса не выполнялось даже половину. И так на протяжении нескольких лет. То, что происходит сейчас, когда указ главы вступил в силу, был подписан, должно было быть предусмотрено финансирование на пожизненное содержание отловленных животных. Потому что понятно, что собаки живут не 2-3 года, что они могут прожить и дольше. И это финансирование должно было предусмотрено быть изначально. Так же, как, например, если бы у нас работал программ ОСВВ с выпуском, и мы какую-то часть животных бы выпускали, все равно бы оставались в приютах особо крупные особи. Особи, проявляющие агрессию. И их надо бы было содержать пожизненно. Поэтому то, что касается сейчас каких-то вот с теми уже отловленными собаками, для них только один вариант, что они должны содержаться пожизненно за счет бюджетных средств. Так как по ним работа уже проведена. Программа ОСВВ – это программа, которая предусматривает работу. Почему выпускаются животные обратно в среду обитания? Для чего? Для того, чтобы они держали территорию от других особей. То есть, если бы, например, указ главы был подписан не на 25 сантиметров, хотя бы на 40 сантиметров, часть собак бы была сейчас на улицах, и они бы держали, защищали территорию от других особей. У нас постоянно идет вот эта миграция собак. То есть от других особей, то есть, ну, скажем… От самовыгульных, от тех, которых выбрасывают жители города. У нас же как собака потерялась, мы же вам проще другую заведем, чем будем искать свою. Ну, эта проблема вообще отдельная. Я вопрос задам однозначно. И могу даже прямо сейчас его задать, да? Корень-то зла в ком. Ну, не в собаках же, в конце концов, правильно? Собаки – это же следствие. Причина – это люди. Да, вот, вот, вот о чем речь. И много лет у нас борьба идет именно со следствием, а не с причиной. А как вы боретесь? И где вот эти вот пораженные в правах, такие вот люди, которым вообще, ну, все равно. Они на лето берут собаку на дачу, да, потом ее выбрасывают. Ну, это так, один из примеров. Или они плодятся там в огороде у кого-то, учитывая то, во что превратился наш город, да, вокруг центра, скажем так. Если за эти примеры Вячеславу, там сразу, на взгляд, определите, что минимум 80% этого домашние собаки. То есть они такие ухоженные, да, или как бы? Ухоженные, упитанные, породистые. Очень много породистых. Даже породистых собак у нас было? Ну, у нас породистых, начиная от той, той, и ярова, заканчивая алабаями, хаташо, всех мастерись, даже доберманы, боксеры. Хаски штук 100. Хаски больше 100 штук у нас. Серьезно? Да, серьезно, отдельный вольер для них построен. Ну, это, ну, кем надо быть, чтобы выбрасывать? Да не важно, какую собаку, не важно, породистая, не породистая, да? Она тебе верой и правдой служит, тебя любит, и... Ну, ладно, это дело такое, это вопрос уже совсем другой. А пожизненное содержание собак в клетке? Вы их не выпускаете? В вольерии. Ну, вольерии, да. То есть это вот как в запарке. Да, у них есть свой вольер, своя зона выгола небольшая, по две-три особи они находятся в вольерии, и пожизненное содержание в таких условиях. Ну, это не... ну, как-то это по-человечески, как можно... Я не знаю, как это определить, а потому что, ну, к сожалению, не был, если будет возможности, обязательно приеду, посмотрю. Просто самому интересно. На ваш взгляд, это гуманно такое содержание, или выхода просто нет? Ну, выхода, во-первых, нет. Во-первых, нет выхода. Во-вторых, у собак есть хоть какой-то шанс, что их заберут хозяева, найдутся, либо пристроиться в новой семье, вот он небольшой шанс, но есть, как бы из привита, каждый ежедневно по три-четыре, по пять собак пристраивается в новые руки. Некоторые уезжают даже в Москву, в Санкт-Петербург, беспородные даже собаки отправляем, в Томск отправляли. Ну, такой шанс есть, короче говоря. Такой шанс есть, да. Небольшой, но есть. И волонтеры в меру своих возможностей приезжают, некоторые помогают, некоторые прогуливаются с собаками, берут на кураторство, там, пристраивают, и корм отдельный покупают. Ну, то есть, есть и такой опыт. При этом все собаки вакцинированы, стерилизованы или нет? Абсолютно все собаки вакцинированы, стерилизованы от бешенства, прививки у всех стоят. То есть, только приезжай, забирай, понравившись тебе пса, да, и веди себя с ним по-человечески. Ставь на учет обязательно. А, да-да-да, вот, кстати, про учет, это, наверное, ты, Алексей, тоже можешь рассказать, да, как у нас с этим дело обстоит. Я еще раз подчеркиваю, это вот собаки, да, которые живут, ну, я не знаю, в каждом дворе, не в каждом, но через один двор точно. В наших вот домах, не много квартирных именно, а в частном, в частном, в секторе, да, который дико разросся, там, я не знаю, сколько там людей живет, но там цифры прям сотни, по-моему. Да, цифры впечатляющие. Только и Волгинский район дал прирост на 70% жителей за последние годы, вот, с этим разросшимся частным сектором. Только один район, а у нас весь город застроен. А вот как с собаками быть в данном случае? С собаками у нас вообще введено, у нас, как бы, управление ветеринарией, да, введено обязательное чипирование, регистрация обязательная. То есть там на выбор чип или жетон, оно есть, но единицы же у нас людей, которые идут и регистрируют свою собаку. Единственное, как их можно, как бы, наказать, это когда подворовые рейды проходят, и если не зарегистрированная собака, выписывают штраф. Ну, так же, как за самовыгул. Но это же очень сложно доказуемо. Конечно. Это не моя собака, да и все, я знать ничего не знаю. Не открывают дверь просто, да и все. То есть это очень все сложный процесс. Также у нас есть бесплатная стерилизация, пожалуйста, приводите свою собаку. В районах она идет с успехом, в городе нет. В городе не идут, не стерилизуют своих животных. А потом бесконечные коробки с щенками. Ну, это да. Да. Ну, вот сейчас смотрите, вот, например, у нас, как у людей, какой менталитет. Вот пришел он к соседу, увидел у него щеночков, поумилялся ему, какие милые. Вышел за ограду, увидел, ставишь собак. А, надо отлов вызвать, а то ходить опасно. А то, что вот этих щенков соседа и эту стаю, он никак не ассоциирует. Что они подрастут через 3-4 месяца. Да, что там он раздаст этот сосед своих щенков, к магазину выставит коробочку. Что он с ним делает? Да просто выкинет, за ограду довесет. У нас причинно-следственные связи вообще люди не умеют. Ребят, как до людей достучаться в данном случае? Виноват во всем человек, тут даже и спорить. Да, это бесспорно, это такая ксиома. Как до людей достучаться, чтобы у них... В нашем регионе, скорее всего, это только карательные меры. То есть мы предлагаем уже давно ввести мораторий на разведение всех неплеменных животных. Хотя бы на 3 года. А что это значит? Запретить разведение всех, кто не имеет документов РКФ. То есть вообще запретить владеть животных. Российская кинологическая федерация, ты имеешь в виду? Да. То есть там только должны быть животные... Да, у кого есть эти документы, у кого породистые животные, пожалуйста, конечно, они должны быть в разведении. Всех неплеменных, всех не имеющих этих документов запретить разведение. Вот этот мораторий вкупе с безвозвратным отловом дал бы результат уже очень хороший. Что мешает? Ну, опять-таки, вот я тоже не представляю, как выйдет этот мораторий запрет. Люди просто будут так же всех выбрасывать на улицу. Выбрасывать, конечно. Даже свою собаку будут беременную выбрасывать на улицу, и она будет чиниться где-то на улице, мне кажется. Это, да, надо как-то проводить работу из минус населения. Это надо, да, это прям вообще надо с людьми работать, 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 доказывать, показывать. Сейчас работа идет в этом направлении, ежемесячные кирейды, даже там два раза в месяц было время, когда проводились. Управление ветеринарией, администрация, полиция, служба отлова, когда шли по определенным районам, по самым неблагополучным. В этом отношении? Да, такой, как зверосовхоз, стучались в каждый двор, смотрели, проверяли, вакцинировали, чипировали. Там, по-моему, человек только за паспорт, по-моему, нужно было там 40 рублей заплатить ветеринарный, и все. И да, действует бесплатная стерилизация, но менталитет наших людей не относится серьезно к этой проблеме, никто не считает нужным. Но у нас, фактически, никто и не отвечает за вот эти нападения, потому что очень сложно доказать, что твоя собака на самовыгуле напала на ребенка, к примеру, я говорю. И у нас никто ни за что не отвечает, знать не знаю. Но сейчас поправки в закон внесли, когда был круглый стол, иные меры, относящиеся к безнадзорным животным. И у нашего правительства есть шанс увеличить штрафы за самовыгул, за то, что выбрасывают коробки с чинками, за то, что отсутствует регистрация. Мне кажется, нужно просто несоразмерно увеличить штраф, озвучить эту сумму в СМИ, и чтобы тогда до людей, может быть, дойдет, что не стоит выпускать свое животное на самовыгул, и что не стоит выбрасывать коробки с чинками. И что не стоит заводить собаку, если вы не ухаживаете, в принципе. Если ты не в состоянии, если ты ответственность. Вячеслав, не могу не задать вопрос, я человек не алчный, да, и вообще мне это как, но все равно людям будет интересно, поскольку обходится содержание, ежедневное содержание, трех тысяч псов на твоей территории, включая вообще все, электричество, воду и так далее, и так далее, и так далее. Проводили такие расчеты, около 236 тысяч вплоть до, без копеек, в день требуется, необходимо. Но сейчас мы содержим в половину меньше, но и работы производится в половину меньше. Но ты имеешь в виду, что и клетки меньше чистятся, и ремонтироваться. Основная проблема, на мой взгляд, что сейчас наступит зима, клетки, если чистить некому, то есть сейчас вопрос вроде бы решен наперед. Дождемся этих денег, наймем новых работников, отчистим. Но просто боязнь в том, чтобы этого не было в последствии, в будущем. То есть если вольеры у меня, ну, не буду скрывать, вольеры ломаются. Каждый день собаки грызут, каждый день выбегают по территории, там бегают уже там в порядке двухсот собак. Сейчас нанял отдельного человека, который бы ходил, ремонтировал и собирал снова всех собак по местам. Ну и то есть, не дай бог допустится еще раз такое же положение, когда все люди уйдут, собаки разгрызут эти вольеры, заборы. Конечно, большая часть останется на территории, потому что их там кормят. Но некоторые собаки вернутся в город, просто побегут там. Это тоже как бы нужно предполагать. Ну это вообще будет тогда аховая ситуация. Да, нельзя этого допускать. Они, может быть, не агрессивны, но это они не точно будут. Да, но опять-таки наше правительство допустило такую ситуацию, что два месяца мы остались без финансирования. Ну а вашей вины в этом нет точно? Вы заранее не подсуетились, не подали заявки там? Нет, нашей вины в этом нет. Мы запрашивали, говорили, что финансирование закончится. В Комитете городского хозяйства тоже знали, когда оно закончится. Запрашивали в Управление ветеринарии дополнительное финансирование еще летом этого года. По-моему, не буду уточняться, не буду утверждать. Запрашивали, по-моему, 48 миллионов рублей, выделили 11 миллионов рублей. Ну у нас нормальная реакция, у нас всегда так. Надо поэтому запрашивать 200, выделили, ну 48. Соответственно, вот она проблема возникла. Математический расход. Вот куда вы деваете, наверное, так можно сказать, до отхода жизнедеятельности собак? У вас есть какие-то договоренности с кем-то? У нас есть договоренность с полигоном ТБО, есть своя крематорная печь, инсенератор, в которой можно сжигать биологические отходы, остатки. То есть тут нормально? Да, здесь нормально. Еще я помню, что это, ну это не сейчас было, может быть год, наверное, назад, что люди жаловались из-за окрестных, там какой рядом, Сент-Экспресс, по-моему. Да, да, ну люди, которые там недалеко живут, жаловались на шум, лаят там. Нет, мы сейчас путаем. Это был приют на одежде, который находится в Вознесеновке. Да, 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 точно. А у вас где? У нас станция Медведчикова на промышленной зоне. А, там никого нету? Да, там как бы далеко от людей. Но тем не менее, все равно там есть Сент-Экспресс, у нас недалеко экспресс, откуда тоже люди жаловались, что мы там боимся пройти на работу или еще что-то. Ну и как бы здесь вроде бы все, вопрос закрыт. Еще люди жаловались на запах именно как раз-таки от крематорной печи, которой дым идет. Мы эту крематорную печь вывезли за город, а стол установили на полигоне Табул, как бы эти вопросы тоже все сняли, решили. То есть сейчас люди успокоились, что рядом приют, да, уже никого это как бы особо не волнует. Волонтерская работа заключается только вот организацией круглых столов, донесение населения от правильности вашей позиции, это она однозначно правильная, или еще в чем-то. Волонтеры помогают. Я просто сам свидетелем был, да, вот недавно, в поездке там в одной, в одном крупном городе, не буду его озвучивать, не важно, абсолютно не важно. Там есть такая зона для молодежи, зона, скажем, тусовочная, в хорошем смысле этого слова, где молодежь приходит, общается, там нет никаких таких вещей, там два выставочных зала, концертная студия и так далее. И один, одно очень большое помещение, и мы туда зашли посмотреть, и там волонтеры, да, вот в таких вот специальных, ну, знаете, это такой на детский манеж же похоже, такие вот, ну, короче, будем говорить детский манеж, и там сидят собачки, кошки. И вот ребята молодые, волонтеры, они их отдают в чьи-то руки. Там немного было, да, потому что, ну, помещение такое, ну, где-то, наверное, штук 30 собак и кошек. Либо ты приходишь, там, сувенир какой-то покупаешь, который сами же эти ребята делают, да, ну, это фенечки называются по-молодежному, да, какой-то вот это. Либо просто покупаешь, эти деньги идут на содержание вот этих брошенных, брошенных, подчеркиваю, животных, потому что это очень большой город. И либо гуляешь с этой собачкой, да, собаки абсолютно, вот как вы правильно говорите, да, по-моему, 99% собаки породистые. Там даже лабрадоры сидят, и написано, кто-то говорит, что лабрадоров не бросают. Бросают, и лабрадоров в том числе. Вот у вас в этом направлении какая работа ведется? Есть у вас такие вот места, где, ну, потому что, ну, ездить к Вячеславу, да, но не каждому это дано, далеко в Медведчиково, тем более там наверняка ни автобуса, ничего не ходит, да, только своим транспортом нужно выбираться. У нас эта работа ведется, но она ведется в основном по щенкам и котятам, потому что не хватает волонтеров, не хватает транспорта, чтобы вывезти взрослых собак на ту же ярмарку. Парки, дирекция парков нам идет на встречу, предоставляет всегда площадку. Ну, это мы в курсе, да. Мы проводим там акции, но вот в основном пристраиваются щенки и котята, и 90% работы волонтера занято именно вот выброшенными щенками и котятами. Мы просто парализованы этими плодильщиками. То есть, что, по идее, должен делать волонтер? Должен ездить в приюты, да, помогать там? Конечно, да. Что должен делать? Деньги собирать на содержание животных. Волонтер в первую очередь должен заниматься теми собаками, теми животными, которые изначально не повезло родиться. Они родились на улице. То есть, если бы мы не были парализованы вот этими домашними животными, бесконечно выбрасывающимися, мы бы занялись проблемой именно бродячих животных. Понятно. То есть, еще года три назад мы выезжали и вылавливали щенков на каких-то там гаражах, на пустырях. Сейчас у нас заявки оттуда не поступают. Это понятно, что собак там нет. В основном сейчас собаки, которые изначально бездомные, рожают в военных городках, промзонах. Вот оттуда сейчас заявки такие идут. Ну, просьба помочь с щенками. То есть, животных на самом деле, да, в городе стало меньше. Ну, конечно, заметно всем. Но это надо продолжать работу в этом направлении. И вот если бы мы в этом году на последнем круглом столе, на последнем совещании, мы просили, чтобы нам выделили какую-то площадку, какое-то помещение для проведения наших акций в зимнее время. И если бы у нас была помощь, да, мы бы, конечно, вот собак с приюта Вячеслава привозили бы, привозили их в порядок. Там очень много небольших собак, породистых собак, которых с радостью заберут. Это я уже понял. Вячеслав, к тебе такой вопрос. Вот сейчас люди смотрят, да, и у них там загорается в голове, что да, я готов там съездить забрать собаку. Но возраст собаки, как определить, и вы знаете, ну, примерно хотя бы 5-6-10 лет собаке. Вот чтобы человек приехал, да, и сказал, там собаке 12 лет, она помрет там через год, он ее брать не будет, да, потому что это, ну, это член семьи, если человек порядочный и понимает всю меру ответственности за собаку. А вот, допустим, там 3-4-летнюю, почему не взять, она еще 10 лет проживет. Вот, к примеру. На каждое животное заводится карточка, в карточке все прописано, то есть проводится первичный осмотр ветеринарам при поступлении, примерный возраст, цвет, там, окрас, порода, не порода. Все данные записаны, все данные есть абсолютно на каждую собаку. Ребят, огромное спасибо за беседу, за участие в программе. Я дам тебе сейчас слово, Алексей, без проблем, ты обратишься к нашим телезрителям. Я думаю, что вы занимаетесь благородным делом, очень благородным, да я не думаю, мы все думаем. Поэтому, вот сейчас я вам предоставлю слово, обратитесь к нашим телезрителям с теми словами, пожеланиями, требованиями, если хотите, и к людям, простым людям, и к руководству города и республики. Алексей, пожалуйста, с тебя начнем, вот в эту камеру. Ну, в первую очередь, конечно, бы хотелось, в связи с последней инициативой правительства и нашего народного хурала, которые собираются рассматривать закон об автаназии, обратиться к ним, что это противоречит федеральному законодательству. Были разъяснения по этому вопросу. Автаназии собак не будет. Она запрещена. То есть поправки в 18-ю статью никаким образом не дают права на автаназию. И потом, у нас автаназия применялась не просто год или два, она у нас была в республике десятилетиями. Результата никакого не принесла, привела прямо к противоположному результату. Собак становилось все больше. Ошибочное мнение населения, что зоозащитники, волонтеры за то, чтобы собаки были на улицах. Поэтому продвигают программу ОСВВ. Нет, любой здравомыслящий волонтер против нахождения собак на улице. Даже в тесном приюте, в тесном вольере, им безопаснее и лучше. На улице собак, которые подстерегают, много опасностей. Это и автомобили, и живодеры. Мы, конечно, против, чтобы были собаки на улицах. Но программа ОСВВ – это единственный способ, зарекомендовавший себя по регуляции численности бездомных животных. В связи с нашим безответственным населением у нас просто другого выхода нет, чтобы были собаки, которые будут защищать территорию от других собак. И, конечно, бы хотелось обратиться к населению. Пожалуйста, сейчас идет бесплатная стерилизация. Привозите свою собаку в управление, в гор-ветстанцию. Стерилизуйте ее, не плодите вы животных. И также сейчас внесены поправки в Гражданский кодекс о штрафах за выброшенных животных. То есть сейчас за любую оставленную коробку и выброшенную собаку вы можете получить 30 тысяч штрафа. Город у нас в камерах. Нам сказали обращаться сразу по таким случаям напрямую в комитет городского хозяйства. Они уже будут работать там дальше. Спасибо, Алексей. Вячеслав, пожалуйста, тебе слово. Так, ну что бы мне хотелось обратить внимание. Еще раз подчеркну, что проведена огромная работа за три года. Мне кажется, все жители города нашего заметили, что собак на улицах стало меньше, намного меньше. И двигались мы в правильном направлении. В единственном, наверное, правильном направлении. Мне кажется, нельзя сбавлять обороты. Нужно наоборот добить, доделать и избавиться в корне от этой проблемы. Чтобы это произошло, нельзя сейчас менять законы, менять какой-то режим, менять настрой. Нужно просто продержаться еще год-два, и, мне кажется, проблема уйдет сама собой. Замечательные слова. Алексей, я хочу, чтобы ты озвучил свой адрес и номер телефона, по которому люди, которые заинтересовались вопросом взять из приюта собаку, могли обратиться напрямую к вам. Не искали там где-то адрес, пожалуйста, и номер телефона, по которому люди могут позвонить, поинтересоваться, что у вас там и как. Ждем с удовольствием абсолютно всех горожан, кто неравнодушен к этой проблеме, кто неравнодушен к животным. Можете просто приходить, помогать руками, уборкой заниматься, погулять с животными, просто познакомиться, ознакомиться, посмотреть, как все это работает. Можете приносить корма, хлеб. Будем всему рады, в принципе, в приюте. В приюте все пригодится, даже на подстилку, солома, сено. Все, что может пригодиться, будем всему рады. И особенно будем рады тем, кто придет взять ответственность за животное, забрать из приюта собачку, подарить... Себе радость, в первую очередь. Себе радость, да, детям. И продлить жизнь собаке. И подарить шанс животным, которые находятся на пожизненном содержании. Вот телефон и адрес. Город Улан-Удэ, станция Медведчиково, 19А-1, приют Ананда, в Двадисе он есть. Номер телефона 8902-535-6196. Зовут меня Вячеслав. Ребята, еще раз спасибо большое за участие в программе. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостями программы «Актуальная тема» на АТВ были генеральный директор приюта для домашних животных Ананда Вячеслав Самбуев и зоозащитник-волонтер Алексей Гранц. Я, Владимир Банщиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова